Около 9 утра случайный прохожий обнаружил вот здесь, в парке 300-летия Омска, тело мужчины в спортивном костюме. Под деревом находились лыжи. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли у погибшего документы удостоверения ветерана МВД на имя Сергея Москаленко. Похороны Сергея Москаленко прошли сегодня после проведенной экспертизы. Признаков насильственной смерти у погибшего не обнаружили. Федеральный судья проходил подозреваемым в деле о получении взятки от известного омского строителя Виктора Берга, которого судил за махинации с деньгами дольщиков. Предпринимателя хладнокровно расстреляли в октябре 2015-го в лесополосе недалеко от Омска. С правой стороны от автомобиля были обнаружены посторонние следы шин, которые в ходе осмотра места происшествия были изъяты. Сотографированы, соответственно, по ним назначены технологические экспертизы. А спустя всего три недели после громкого убийства в Омске произошло покушение на самого Москаленко. Киллер ждал судью в подъезде собственного дома. Пять ножевых ранений, записка с угрозами. Тогда все обошлось, но сомнений в том, что нападение тоже спланировано не было. Информация, которая позже просочила СМИ, вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Оказывается, оба потерпевших были хорошо знакомы и встречались не только в зале суда. Москаленко якобы за 8 миллионов рублей обещал вынести Бергу оправдательный приговор по делу обманутых дольщиков. Наверное, обговаривали какие-то моменты судебные. Может, он ему подсказывал, как там вести себя в суде, может, еще что-то. Я не знаю точно. Я не знаю сейчас, какие расценки идут. Может, какие-то расценки существуют. Да я говорю, это не взятка. Это вымогательство конкретное просто было. А сумма 8 миллионов? Потому что папа бы не пошел сам на контакт с судьей. Это однозначно. Окончательно сложный пазл у следователей сложился после допроса в суде и результатов многочисленных экспертиз после нападения на Москаленко. Состава преступления не нашли. И, скорее всего, это было лишь сложной инсценировкой с целью отвода подозрений. О возможном мотиве убийства официально не говорили, но еще перед Новым годом, не раскрывая подробностей, в Следственном комитете заявили, резонансное убийство Виктора Берга раскрыто. Следует отметить, что в пятницу во второй половине дня следователь вручил Москаленко уведомление о том, что 17 января на заседании квалификационной коллегии и студии будет рассматриваться вопрос о даче согласия на заключение Москаленко под стражу в рамках расследования уголовного дела по обвинению его в получении взятки. Кроме того, Москаленко знал о том, что органы следствия намерены предъявить ему обвинение в убийстве предпринимателя Берга. Как видимо, доказательства в получении крупной взятки, а самое главное в причастности федерального судей к убийству Берга, у следствия уже было достаточно. Но узнать все подробности этой запутанной истории теперь вряд ли получится. Главный подозреваемый Сергей Москаленко не стал дожидаться обвинения и лишения особого статуса судей. Но и сейчас окончательно оставить точку в этом резонансном деле рано. Вопросов у следователей, к свидетелям и к возможным сообщникам еще много. О новых обстоятельствах, открывшихся в ходе расследования, специалисты планируют рассказать уже в эту среду, 18 января. Сергей Лесков, Денис Лопарев, 12 канал.